Ирина Пономарева уже год ведет прием в психоневрологическом диспансере на базе обособленного подразделения Щелковской больницы в городе Фрязино. Здесь по полюсу ОМС могут получить квалифицированную помощь все жители округа. В жизни каждого человека бывают сложные ситуации – стресс, утомление, неразрешенные проблемы, кризис среднего возраста, осенняя хандра. Если вы понимаете, что не справляетесь самостоятельно, лучше обратиться к специалисту. Некоторые люди подвержены и испытывают такие переживания, сложности, что раньше было тепло, хорошо, лето, можно было как-то расслабиться. Мы, как все люди, разные, по-разному реагируем. Кто-то хорошо, кто-то плохо, но кто-то более чувствительно подвержен к этому перемене погоды, а кто-то менее чувствительный. Но это никак не относится к тому, что у этого человека есть какие-то отклонения, просто какие-то есть особенности. Индивидуальные особенности в каждом из нас. По словам врача, от осенней хандры и смены погоды может спасти занятия любимым делом и спортом. В случае осенней хандры человек может использовать все свои ресурсы для того, чтобы не впадать в такую некую депрессию, в какую-то тревогу, в какую-то панику. Все мы как-то откладываем все свои дела на потом. Для того, чтобы это пережить, вот эту перемену, смену погоды, нам нужно в первую очередь сосредоточиться на том, что у нас вызывает положительные эмоции. То есть это прослушание музыки какой-то любимой, любимой группы, просмотр каких-то фильмов, сериалов. Благодаря вот этим ресурсам, помимо всего, еще может быть это просто занятием каким-то творчеством, либо занятием спорта. Как раз спорт, он помогает стабилизировать наше состояние, чтобы чувствовать себя более активным, более уверенным в момент именно смены погоды. Таким образом, главное понять, что нравится и от чего мы получаем удовольствие и переключать свое внимание. Это поможет пережить не только смену сезонов, но и любую другую неприятную жизненную ситуацию. Ирина рассказала, что за год ее работы в больнице произошли некоторые изменения. У меня появилось ряд обязанностей, которые необходимо выполнять. Да, это работа не только с пациентами, но и с сотрудниками, такие как врачи, медсестры, административная вот эта сфера. С ними нужно необходимо проводить различные мероприятия, такие как тренинги, либо какие-то обучающие сессии, связанные по тому, как работать с клиентами, либо с пациентами, как разрешать какие-то различные конфликтные ситуации. Не стоит пребрегать помощью психолога. Лучше обратиться к профессионалу, даже если повод вам кажется незначительным. Записаться на прием в медико-психологический кабинет можно самостоятельно по единому номеру 122 или через портал Госуслуг.